Все английские предлоги, часть 25, предлог by. У by есть несколько основных значений, и первое самое основное значение, оно употребляется для образования страдательного залога, когда действие происходит кем-то. И страдательный залог по-английски называется passive voice. Например, эта работа была сделана им. Например, эта ошибка была сделана ею. Обратите внимание, что в первом примере употребляем do, так как do work выражение, а в втором примере употребляем made, так как make mistake, здесь не нужно путать, make mistake, делать ошибку, стойчивое выражение. This mistake was made by her. Далее, например, его арестовала полиция. Он был арестован, значит, he was arrested by the police. Опять же, кем-то, he was arrested by the police. Далее, его хвалят родители. He is praised. Praise – это хвалить. He is praised by his parents. He is praised by his parents. И также by – это у рядом. Например, he is sitting. Он сидит. He is sitting by the window. Он сидит у окна. He is sitting by the window. Далее, мы находимся у реки. We are standing by the river. We are standing by the river. We are standing by the river. То есть, в принципе, так же является by в этом контексте. Но, как вы понимаете, здесь, конечно, чаще всего используется не by, а near. Но, тем не менее, важно запомнить, что самое главное, мы употребляем как раз by для образования passive voice, или, как называется, страдательный залог. Давайте еще раз повторим эти примеры. So, passive voice – страдательный залог, а активный залог в английском называется active voice. Итак, this work was done by him. This mistake was made by her. He was arrested by the police. He is praised by his parents. He is sitting by the window. We are standing by the river. Как вы помните, синоним by здесь near. We are standing near the river. He is sitting near the window. Но by тоже имеет место, поэтому мы с вами все проходим, чтобы не попасть, как говорится, в просаг. Вы, как 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 вы, Продолжение следует...